ПЕСНЯ 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 Никто не может исправить своих дел, не любя ближнего и не заботясь о его спасении. Собственная польза каждого соединена с пользой ближнего. У кого две одежды, тот дай неимущему. И у кого пища, делай тоже. Иоанн Предтеча Обычный вывих ноги, который для здорового человека не представляет большой проблемы, для Юли Политовой во многом определил жизнь. О том, что с левой ножки что-то не в порядке, врачи сказали сразу после рождения ребенка. Да и общее состояние здоровья девочки было тяжелым. С возрастом вывих у Юли из-за спастики сильно увеличился. Куда бы ни обращались, мы просто нас выталкивали. Выталкивали просто из кабинета. Что вы хотите с таким ребенком, вот от такого ребенка, что вы хотите, что мы вот будем с вами делать вот так вот. И вот пока я говорю, вот мы не попали в Питер, они нас там взяли. Не видно же, ребенок маленький, насколько там вот это, были вот эти проблемы. Хотя и вывих не прогрессировал так. Он же маленький был, там же еще такого не было. Мы вставали на ноги, мы ходили. Я сказала, я ее держала, она сама ходила. А когда стал вывих прогрессировать, она просто отказалась вставать на ноги. Все, ей не надо. Она боится? Нога болит. На протяжении 11 лет Юля, если не лежала в кровати, то сидела в коляске, обложенной подушками. Вставать на ножки, сидеть самостоятельно, брать что-то в руки и даже говорить не удавалось. Любое движение доставляло девочке сильнейшую боль. Предпринять хоть какие-то меры для улучшения состояния здоровья девочки мешала эпилепсия. Она является противопоказанием для любой реабилитации таких детей. Летом 2009 года в институте имени Турнера врачи все же решились исправить девочке вывих. После операции у ребенка появилась контрактура в колене. Обычно в таких случаях делают операции по удалению контрактур. Но Ирина с дочкой смогли избавиться от нее без вмешательства хирургов с помощью лечебной физкультуры. Четыре месяца мы были в гипсе. Но начались с того, что мы делали укладки. Потом мы начали колено разгибать. Это очень тяжело, потому что сустав начали разрабатывать его. И вот мы два года разрабатывали и сустав, и сустав, и коленный сустав. Но мы все-таки разогнули и колено, и разработали сустав. Когда контрактуру удалось устранить, стало понятно. Даже без вывиха вставать на левую ножку девочка не сможет. На протяжении 11 лет ребенок не вставал, поэтому сил в мышцах ног попросту нет. Нужно их накачивать. Только в таком случае Юля сможет стоять и ходить. Реабилитация занимает буквально все время Ирины и ее дочки. С перерывами, разве что на сон и прием пищи. Мы проходим магнитотерапию, массаж. Потом грязи мы в этом году сделали, нам разрешили на ноги. Пока сказали на ноги. Потом у нас бассейн. Это у нас зимой бассейн, летом не ходим. А в бассейн-то ходим зимой. Потом у нас иголки, рефлексотерапия. Научилась сама массаж делать. Это все по кусочкам, по кусочкам от всех. Вот где это? В этом году съездили в санаторий. У нас там ЛФК было первый раз за все время. Мы посмотрели, как там детками ДЦП были. Но там детки ходячие, мы-то не ходячие. Но мы тоже наравне со всеми занимались. Помимо занятий гимнастикой, дважды в неделю к Юле приходит логопед и педагог из коррекционной школы. В этом году девочка перешла уже в четвертый класс. Чтобы научиться выполнять даже какое-то простое движение, Юленьке требуется множество часов регулярных занятий. А каждое новое достижение вызывает огромную радость. Опору на руки она научилась делать, она уже делает и улыбается. Стоит на ногах, как сказать, с поддержкой, но нравится ей. Она пытается, пытается, конечно, настолько, насколько она может, но она пытается, она старается. Конечно, еще это далеко, но мы будем работать. После операции у Юли произошло укорочение левой ноги на 5 сантиметров. В будущем врачи надеются это исправить. Впереди у девочки еще две непростых операции. Вторая операция у нас будет по стопам, потому что у нас плоскостопие у нее. Будет операция по стопам, пропилируют, если ноги, потом в конце, уже более к совершеннолетию, когда рост прекратится, тогда нам просто навсего сделают удлинение ноги. То есть они у нее будут одинаковые? Да, они будут одинаковые, как у всех. Но чтобы эти важные операции состоялись, необходимо, чтобы Юля начала ходить сама. Последние два года Ирина с дочкой усиленно нарабатывают этот навык. Успехи есть, небольшие, конечно, но самое главное, что они все же есть. Мы встали немножко на ноги, у нее есть опора, она стала спину держать, она стала более активная, она стала эмоциональная, совсем другая. У нее появился интерес в глазах, что да, у нее это получается, она это может, значит, она движется дальше. А чем дальше, тем для нее это лучше. То есть раньше она вообще никакая? Вообще она была никакая. Ну, если она вставала на одну ногу, то вторую она вообще никак, она ее просто берегла. А сейчас она встает, с трудом, но встает. Может быть, она даже встает? А, ну, какое-то время, да. Потом она чувствует, что опоры нет, она боится, и поэтому сразу проседает. Пока мы не научились еще ложку держать, потому что она ее удерживает, но пока доносит до рта, с пастика мешает. Вот это вот, но держит ложку уже потихоньку, это тоже большой прогресс. Научились стоять, хотя бы немножко, но научились стоять. Мы научились немножко, хоть немножко, но с поддержкой, потому что мы раньше вообще никак не сидели. А сейчас мы с поддержкой, хоть два пальца держишь, она чувствует опору. Вот, она сидит хоть какое-то время. Сейчас у нас более такие вот занятия нам, расписание сделали по занятиям еще. Какие занятия сейчас нам нужны более такие вот, чтобы научиться полностью самим сесть? Стоять. Вот. Будем сейчас тренироваться, заниматься. Есть у Юли проблемы и с ручками. С началом активной реабилитации девочка все же начала понемногу удерживать предметы в руках. К тому же у нее расширяется и кругозор. Мама замечает, что дочка уже по-другому реагирует на все, что происходит вокруг. Она была вообще никакая. Сейчас она стала реагировать, она стала улыбаться, она стала потихоньку интересоваться игрушками. Она смотрит телевизор. Ну, потихоньку стали брать в руки игрушки. Ну, не сама, а вкладываясь ей, она вот может немного держать этот захват. Ну, с преподавателем они занимаются. Они рисовать начали, они лепить начали из пластилина. У нее стал больше кругозор. Она стала за всеми наблюдать. Она кидается, вот куда я ухожу, она смотрит, куда я пошла. Потому что раньше этого не было. Она просто сидит на одном месте, тупого, допустим, смотрит в потолок. А сейчас она за всеми вот реагирует. С помощью препаратов удалось добиться того, что эпилепсия у девочки находится в ремиссии. Поэтому интенсивность реабилитации зависит прежде всего от возможностей родителей. Ирина изо всех сил старается научить дочку ходить. Но вне специализированных центров занятия происходят, как правило, с подручными средствами. С помощью сколоченного мамы вертикализатора или груши для бокса. Семья очень нуждается в тренажере, разработанном специально для таких детей, как Юля. О тренажере я узнала из интернета, поскольку я немножко стала владеть его. Поэтому просто пролистала для себя и посмотрела, что да. Я посмотрела в инструкции, для чего он предназначен. Я думаю, это лучший для нас вариант на данный момент, что нам встать. Вот именно он нужен. Он, во-первых, укрепит спину нам и ноги, мышцы на ногах. Потому что он заставит ее держаться вертикально. Заставит работать просто весь аппарат. И при том он при ходьбе, когда вот ребенок стоит просто, при любом движении он начинает сам ходить. Вот ребенок просто подвинул руку, просто подвинул руку, уже двигается нога одна. И когда ребенок начнет понимать это, что да, он начнет сам двигать. У них крепление на коленных суставах, которые фиксируют коленный сустав, чтобы он не сгибался. Потом фиксируют бедра, чтобы у ребенка бедра не ходили. Он полностью фиксирует бедра и фиксирует грудь. Чтобы ребенок не смог просто упасть, наклониться или еще. И этот аппарат, он просто, он может стоять, и ребенок из него не выпадет. Он может хоть час стоять, хоть два стоять. Он просто не упадет. Это очень важно. Потому что с каждым годом все тяжелее ребенка на руках таскать. Это не то. А вот именно что аппарат заставляет ребенка самого работать. Не я, а аппарат. Приобрести такой тренажер можно в специализированном магазине. Поскольку в перечень предоставляемых государством он не ходит, средства на его покупку или не приходится искать самостоятельно. Сумма у него сейчас на данный момент 74 тысячи 400 рублей он стоит. Но бесплатно их не выдают. А бесплатно их не выдают. Вот в том-то и проблема вся, что не дают их так. И аналогов нет. Только в том случае, когда Юля начнет ходить, станут возможны две следующие операции. Девочки исправят плоскостопие и уравняют длину ног. А значит, она сможет ходить так же, как и мы с вами. Да и кто может переоценить возможность идти, куда ты хочешь, а не лежать в кровати? Дорогие наши, давайте сегодня мы объединимся, помолимся за Юленьку и ее маму. И поможем девочке как можно скорее сделать свой первый самостоятельный шаг. Субтитры создавал DimaTorzok